Славянский район по праву называют территорией спорта. Отличная материально-техническая база и постоянное внимание к нуждам физкультурников и спортсменов позволяют им развиваться и демонстрировать все более высокие результаты. Подробности в материале Андрея Вишневского. Всероссийские краевые соревнования, в которых приняли участие славянские спортсмены, это прекрасная возможность не только побороться за лидерство с ведущими кубанскими и российскими атлетами, но и показать всем свои лучшие стороны, получить ценный опыт и наконец уверенно заявить о себе на самом высоком уровне. В докладе начальника управления по физической культуре и спорту Александра Прищепы на аппаратном совещании при главе Славянского района Романе Синеговском прозвучали убедительные факты и цифры об успехах славянцев в нынешнем году. Наши пловцы, параолимпийцы, а их большинство в сборной команде Краснодарского края успешно выступили в Уфе, где проходил чемпионат России по спорту лид с поражением опорно-двигательного аппарата. Дисциплина плавания – бассейн 50 метров. Наивысший результат у Натальи Павлюковой, которая стала чемпионкой России на дистанции 100 метров в плавании брасом, завоевала второе и третье места в бутерфляе и комплексном плавании. Самое приятное, что первое место – это очень хорошо. А Наталья завоевала путевку, которая состоится чемпионат Европы первой. Это состоится в мае месяце в Португалии. Наташа туда завоевала путевку. А самое главное, она завоевала путевку в Токио в августе месяце в 2021 году в Олимпийской режиме. Цветами и памятными подарками были отмечены чемпионка страны Наталья Павлюкова и ее тренер Наталья Пивнева. И у славянских боксеров есть чем гордиться. В начале апреля они очень достойно выступили на Спартаке Ади Кубани. Я проходил вид спорта бокс в Краснодаре. Проходил от 4 по 8 апреля. Представляю, там нашу команду учащийся спортивной школы «Триумф». Тренер Водобьянов Александр Владимирович и тренер Трофимов Никита Сергеевич. Команда наша составила 10 юниоров и 10 юниоров. Это 20 человек команды. Вот по итогам выступления мы оттуда увезли 17 медалей. Это ремонт. Добрые слова прозвучали в адрес славянских волейболистов и футболистов, рэгбистов и тхэквандистов, девушек, занимающихся вольной борьбой и легкоатлетов. Глава славянского района Роман Синеговский подчеркнул, что физкультура и спорт востребованы и популярны в муниципалитете, что, конечно, радует. Мы тоже это все должны делать. И вот спасибо, Александр Николаевич, инициатива по поводу спартакеады нашей местной. Но тоже наши спортсмены побеждают. В 10 раз приятней прославляют наш район, достигают чего-то в жизни. Так что так и должно быть. Обсудили на совещании проведение приближающихся майских праздников. О том, что запланировано на 1 мая, День Победы, рассказал заместитель главы славянского района, управляющий делами Артем Щеглов. Традиционные демонстрации, а это общерайонные, обрекающие живу на городе Старинске, Акубане, а также в Анастасийском и Петровском сельских поселениях, в этом году проводятся инициативы в связи с действующим режимом повышенной готовности в соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края. Центральным мероприятием общерайонного уровня станет торжественный прием и честный объект, занесенный на районный доступ отчета под председателем главы района и председателя Совета. Большой блок мероприятий также запланирован к проведению по отраслевому принципу к 1 мая. День Победы будет праздноваться в таком же формате, как в минувшем году, поскольку еще действует режим повышенной готовности. С февраля на полбремя в территории всех населений прошли памятные мемориальные мероприятия, посвященные датам освобождения населенных пунктов славянского района от немецкой фашистской захватчины. Первое время прошли 27 населенных пунктов нашего района. Для участия были привлечены работы от администрации, представителей общественности, членов военно-патриотических клубов. Ко дню Великой Победы будет проведено много интересных акций в разных форматах. Будет и памятно-мемориальное мероприятие с возложением цветов к мемориалам павшим героям. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.